Добрый день, дорогие наши друзья! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» и с вами я, актер Владимир Ямненко. Посмеемся? Поехали! Запомни, Изя, раз и навсегда, презерватив – это временный, одноразовый контрацептив. Ой, Миша, что ты такое говоришь? Презерватив – это черта характера, это на всю жизнь. Девушка приходит домой и, обращаясь к родителям, говорит, пап, мама, я уже не девственница. Мама говорит, ты слышал, старый, ты слышал? У нас дочь распутница. Она говорит, мама, мне уже, блядь, сорок лет. Папа, ты слышишь, она еще и матерится. Три часа ночи, звонок дверь. Шлихензон подошел к двери, посмотрел в замочную скважину. Темно, ничего не видно. Он тогда тихо открыл дверь и увидел на пороге грабителей. Говорит, что вам нужно? Я говорю, Шлихензон. Он говорит, да. Отдавай золото. Шлихензон повернулся в комнату и сказал, розочка, золото мое, за тобой пришли. Парень с девушкой уединились и идет такой разговор. А ты точно, ты точно на мне женишься? Говорит, да, 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 снимай быстрые трусы. Хроника происшествий. Один доверчивый юноша открыл дверь двум молодым, симпатичным, незнакомым девушкам. И к тому же пьяным. И не пожалел. Слушайте, у меня предложение. Надо перед ЗАГСом вывешивать огромный такой плакат. Невеста дура. Ну, как бы напоминание из будущего. А то потом они женятся и говорят, какая же я была дура, что вышла за тебя замуж. Говорят, что в Швеции есть такая традиция. Когда едешь по трассе, мигаешь встречному, как бы предупреждая его, что он на трассе олень. Я не понимаю, почему говорят, в Швеции такая традиция. У нас тоже такая есть. Сидели как-то с мужем, смотрели программу здоровья. Ну, и там этот ведущий говорит, что если у вас болит голова, вам нужно взять и что-то пососать. Теперь муж три раза на день бегает за мной и говорит, у тебя голова не болит? У тебя голова не болит? Жена мужа говорит, ты знаешь, дорогой, вот это я вспоминаю. Когда мы были в институте, один парень за мной ухаживал. Ну, и мы долго с ним гуляли. И вот как-то он меня пригласил в кинотеатр. На последний сеанс мы сидим на местах для поцелуев. И он вдруг мне говорит, слышишь, Лорка, а ты не хочешь пососать? Я возмутилась, сразу говорю, ты что себе позволяешь, как ты можешь? Он просто достает из кармана чупа-чупс и протягивает мне. Ой, боже, как я опозорилась. На что муж подумал, да, хорошую отмазку придумал. А теперь, дорогие друзья, хотелось бы вспомнить поговорку. Все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому постоянным нашим подписчикам желаю еще раз улыбнуться. А для тех, кто недавно присоединился к нам, смотрите и смейтесь. Повадился Змей Гориноч в одну деревню. Постоянно прилетает, жрет население. Ну и вот должен на днях прилететь. Собрался народ. Думает, надо богатыря звать, иначе не справятся. Приходят к Ильи Муромцу и говорят, слышь, Ильюха, дело такое, понимаешь, вот Змей Гориноч к нам повадился, жрет всех. Может, как-то поможешь он? Обдумать это дело надо. А сколько тебе на обдумие? Ну, я думаю, за месяц где-то обдумаю. Да нет, долго. Вот он должен опять к нам прилететь. Приходят они, Добрыня Никитича, и говорят, Добрыня, выручай, добрый молодец. Тут к нам повадился Змей Гориноч, всех жрет. Так что без тебя никак. Он говорит, подумать надо. Вопрос нелегкий. И сколько тебе на обдумывание-то надо? Ну, думаю, за неделю. Да какая неделя? Тут он на днях, он прилетит опять. Ну, решили они пойти к Алёше Поповичу. Приходят к Алёше и говорят, Алёша, ты богатырь, а к нам тут повадился Змей Гориноч, жрет все население. Ты помочь должен, Алёша. Тот собирает лат и берет меч, все, сбрую на коня, садится на коня. Говорит, что, и думать ничего не будешь? А что тут думать, валить надо? Муж с женой занимается контрабандой. И муж говорит, контрабандой зверей перевозят через границу. И муж говорит, значит так, смотри, змею ты под шляпу себе засовываешь, черепах, две черепахи в лифчик, так, а скунса в трусы. Она говорит, в трусы? Ну да, в трусы. Блин, а как же запах? Не знаю, ну сдохнет так, сдохнет. Вот смотрите, презерватив, незаменимая вещь. Ну вот, например, дождь в лесу сильный, вы промокли, вы берете презерватив, кладете туда спички, все, они спасены, они не намокли, понимаете? Затем, опять же таки, не дай бог вы поранились. Взяли презерватив, натянули, все, у вас жгут, остановили кровь. Опять же таки, смотрите, если не дай бог вы тонете, презервативчик надули, вот у вас все, плавочек, не утонете. Опять же таки, костер затошить, набираете водички, загасили костер, рыбок опять же с магазина, зоомагазин домой принести. Набрал себе презервативчик, принес рыбок домой. Вот так, мужчины, нужно оправдываться перед женой, если она, не дай бог, нашла у вас случайно в кармане вот этот презерватив. Жена затащила мужа в театр, ну, первое отделение отсидели, и антракт, он захотел в туалет, и ушел, долго искал туалетную комнату, и вдруг заходит, смотрит, какой-то искусственный памятник стоит, значит, бутафорский, вокруг клумбы, цветов, он думает, никого нет, стал, исправил нужду, блин, приходит, а уже второе отделение началось, и он заходит, садится на свое, проходит через весь ряд, садится на свое место, и жена спрашивает, ну, что, дорогая, много я пропустил во втором отделении, говорит, ну, что ты, ты в нем сыграл главную роль. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все, а мы с вами встретимся обязательно завтра, поэтому подписывайтесь, приглашайте своих друзей, родственников, конечно же, делайте свои комментарии, и не забудьте нажать на колокольчик. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok